В этом видео мы сделаем панельку для аниматора со всеми средствами управления. Я называю это палитрой. Аниматор обычно работает с системой управления и важно создать для него наиболее удобную, понятную, простую систему управления. Вместе с тем очень эффективную. Если не предоставить такое средство аниматору, он потратит на это довольно много времени на анимацию и это скажется на качество. Поэтому в принципе эти действия входят в задачи, которые ставятся перед ригером, перед техническим директором. Посмотрим, как мы можем создавать такие средства управления в мессии. В закладке Setup есть вкладочка Armatouris и Armatouris это достаточно мощный инструментарий для создания таких систем управления. В любом случае, в других пакетах это гораздо примитивный, более примитивный характер носит. Здесь Armatouris вращены прямо непосредственно в мессию, настолько, насколько это возможно. И очень многое можно сделать посредством этих Armatouris. Сейчас давайте сделаем просто панельку, в которой будут располагаться все остальные инструменты. Конечно, панельку можно сделать и в конце того, как все эти инструменты располагаются. Но лучше сразу организовать пространство и укомплектовывать панель управления заранее. Еще хотелось бы сказать о том, что я приступаю к созданию такой панели до того, как у меня есть что-то, что я могу контролировать, что-то, что я могу управлять. Armatouris в данном случае, система управления, может создаваться до того, как вы сделали какую-либо анимацию. И затем она может загружаться, сохраняться, переделываться и так далее. Я сделаю это заранее. Что у нас есть в закладке Armatouris? Мы можем загружать сюда Load Armatouris. Можем сохранять. Save Selected. Save All. Можем выделенную клют Armatouris сохранить. Можем создать новую. Создать новый Handler, рукоятку управления. Real-time Draft рисовать в реальном времени. В реальном времени модифицировать. Создать как Child. Snap to Controller. Сразу привязать к контроллеру. От Controller Drag Action добавить какой-то action, какое-то действие управляющее. Controller Select Action. Средство выделения. Несколько таких простых штучек, которые сразу позволяют создавать Armatouris. У нас есть Action. Это как раз действие. Что будет происходить в случае, когда активируются какие-то системы управления. И есть раздел, где можно вносить какие-либо изменения в атрибуты хендлов, арматуры, элементов управления. Всегда существуют в сцене по умолчанию загруженные несколько таких арматур из элементов. Basic Screen Controls. Что это такое? Это вот эти вот кнопочки. F1, F2, F3, F4, Undo, Redo. Далее у нас идет кнопочка Ground Panel, Toggle, Sheldon и Stereo. Вот эти три кнопочки. Это вот три арматуры. И Animatazaure Controls. Это нижняя часть. Вот эти вот. Панелька управления анимацией. Мы сейчас создаем новую арматуру. New Armature. Перетащу ее вниз сюда. И назову ее Panel. Панелька. Далее я создаю новый Handle. Он у меня сразу появляется по умолчанию в нулевой координате. Это будет MinePanel. И в атрибутах Handle у меня есть две вот такие панельки. Handle и Appearance. В Handle я указываю, как именно он будет называться, и какое-то текстовое составляющее. Например, Panel. Для того, чтобы это включилось, я включаю галочку Show Label. Вот у меня теперь возникает MinePanel. И есть текстовое содержание текста. Я могу переключиться, чтобы отображался текст, а не название хэндла. Вот так, текст. Далее здесь, что контролируется этим хэндлом, чем он управляет, к чему он приделан. То есть, рукоятки вот этих хэндл, они могут привязываться к каким-то элементам сцены. И влиять как на них, так и на другие элементы сцены. Контроллер. Вот я могу привязать к какому-то элементу сцены. Если я этого не делаю, то как будет располагаться хэндл? Screen Position сейчас у меня внутри экрана. То есть, если я меняю положение свое в пространстве, то он все равно посерединке скрина оказывается, видового окна. Если я укажу ему World Position, он будет сохраняться там, где он находится сейчас, в мировых координатах. То есть, где-то в пространстве. И если я укажу Parent Handle, то к чему он у меня будет привязываться к арматуре, сейчас просто не к чему. Будет отображаться линия Show Line. И будет видно, к чему именно он привязан. Parent Handle. То есть, он в данном случае привязывается к другим рукояткам, к другим хэндлам. Я сделаю Screen Position, оставлю как есть. И здесь его положение. Мы можем менять X, Y. Но в данном случае Z. Как бы глубина нам ничего не даст. Как будет располагаться сам Handle относительно этого выравнивания, горизонтальное и вертикальное выравнивание и Offset. То есть, я, например, могу смещать относительно этого положения, я могу смещать в мировом пространстве, в локальных координатах и пиксельное смещение. Производить самого Handle. То есть, вот, например, вот так. Он смещается у меня. Я могу отключить это. Потом, что демонстрируется? Show Line. Здесь у меня нет других привязок, поэтому линия не отображается. Вот так будет выглядеть эта линия. Show Node. То есть, сам узел показать, сам Handle. Show Label. Показать название. И вот я могу менять как Name, так и текст. И существует еще смещение самого текста. То есть, во-первых, как он относительно Handle выравнивается. Справа, по центру, слева. Я выберу по центру. И смещение Offset поставлю на 0. Теперь он у меня точно посередине Handle самого. Сам Handle можно менять двумя способами. Это Default по умолчанию и Selected в состоянии выделенном. То есть, это может быть различное отображение. Например, если я вот сейчас ткну по Handle, то я могу поменять вот эту точку синенькую на какую-нибудь картинку. Ну, например, выбрать кнопку Button. Я выбрал Button. Теперь у меня есть кнопка. А в состоянии Selected я могу поменять какую-то другую задачу. Кнопка другого цвета и так далее. Мы оставим сейчас Default. И мы можем менять цвет элемента, цвет линий индивидуально. То есть, у каждого Handle может быть свой собственный цвет. Use Handle Color. И здесь выбираем цвет. Вот это элементы управления самого Handle. Так, мы, получается, сделали кнопочку. Теперь, чтобы эту кнопочку можно было как-то задействовать, мы переходим в панельку Animate. Что мы можем сделать? Мы ничего не можем сделать. Это просто Handle. Добавим какие-то действия. Добавим Action. У нас есть два типа действия. Драг и клик. Драг это тащить. Клик это щелкнуть. Щелчок мышки. Мы выберем Драг. И укажем, как именно мы можем его тащить. Драг Handle. Это перетаскивает сам хэндл, саму рукоятку. Нажимаем плюсик. У нас добавляется Action. То есть, вот этот Драг Handle привязан к хэндлу MindPanel. Драг Handle. Здесь мы ничего не можем выставить, кроме как, пожалуй, какой кнопкой мышки будет управляться это действие. Левой кнопкой мышки. Middle Mouse Button MMB и Right Mouse Button RMB. Правой кнопкой мышки я отключаю. Остается только контролировать левой кнопкой мышки. Теперь посмотрим. В Animate я уже могу эту кнопочку перетаскивать. Важно понять, что если вы что-то можете делать в сетап, в сетапе только создаются эти элементы. А управление ими происходит в закладке Animate. Это очень важно. У нас вот теперь есть кнопка, которую мы можем перетаскивать. Теперь нам нужно что-то, чем эта кнопка будет управлять. Я вот предполагаю, что это будет центральный заголовок целой панели. И сначала я сделаю панельку. Я добавляю новый хэндл и привязываю его к MindPanel. Он будет называться Ages. И я начну выстраивать Ages. При создании нового хэндла все текущие установки сохраняются. Поэтому вот у меня сейчас существует кнопка и существует лейбл. И я их должен отключить. Отключу Show Nodes, Show Label. И теперь сделаю следующее. Ages у меня будет привязан к системе управления панели. Я должен еще одну сделать. Еще один хэндл. New Handle. Я назову его Панел. Просто Панел 1. Пусть это будет хэнд. Хэндл Панел 1. Вот так. Так. И я его привязываю к MindPanel. Он у меня уже привязан. Ages привязываю к хэнд панелу. Что это будет такое? Хэнд панел сейчас никак у нас не задействуется. Мы отключаем ему все. Show Line, Show Nodes, Show Label. И делаем лишь только одно. Мы меняем его позицию на Parent Handle. То есть сейчас его позиция будет зависеть от MindPanel. И все смещения у нас... Вот, чтобы просто посмотрим, где он находится. Вот он находится вот здесь. Я его, пожалуй, смещу вот сюда. Где-нибудь вот здесь оставлю. По оси Y по вертикали я ставлю 0. Теперь Ages. Займемся Ages. Отключим Show Handle. Займемся Ages. У нас есть Show Line. Здесь мы тоже выставляем Parent Handle. И теперь, где именно он будет находиться. Вот мы уже видим линию. Где именно у нас находится этот хэндл. По оси Y по вертикали я ставлю 0. А по оси X ставлю 250. Вот такой вот ширины будет панелька. Я могу поменять толщину линии. Line Thinkness. Поставлю ее на двоечку. Теперь я создаю еще один хэндл. Ages. Кстати, здесь вот Ages. Я должен сделать линию. К Ages будут привязаны все Ages. Поэтому я сейчас линию отключу. Поставлю на 0. Вот так. А теперь я уже создаю сами Ages. Это у меня будет Age Top. Show Line. Смещение по оси X на 250 пикселей. Так. New Handle. Он будет привязан к предыдущему Age. Это у нас будет Age Right. Правый. Я убираю 250 по оси X. И смещаю его, например, на 200. Минус 200 вниз. Так. Создаю новый хэндл. New Handle. Привязываю его к предыдущему. Это будет Age Bottom. Убираю здесь. И в минус 250. И последний H. Это будет Age Left. Он привязан. Ставлю 0 по оси X. И отправляю его на 200 пикселов вверх. Вот у меня образовалась вот такая вот панелька. Соответственно, в Animate я могу эту панельку перемещать. Все хэндлы у меня привязаны. И панелька уже имеется. Панелька пустая и незадействованная. Что я могу с этой панелькой делать, кроме того, как перетаскивать? Я должен иметь способ убирать, скрывать все, что содержится в этой панельке, и оставляя только кнопку, потому что зачем мне панелька, которая все время будет торчать и заслонять что-то. Я должен периодически ее убирать. Итак, в закладке Setup для Mine Panel я создаю новый экшен, новое действие. Это действие будет клик, щелчок. И действие я выбираю Height Handle, то есть скрыть рукоятку, скрыть элемент. Плюсиком добавляю к Mine Panel. И что мы здесь можем сделать? Я хочу скрывать Handa Panel. Соответственно, я копирую это название Handa Panel. И в Height Panel я его вставляю в Height Handle. То есть именно вот этот хэндл у меня будет скрываться, и как следствие все, что находится в нем. То есть вся иерархия полностью. Мод. Тип. Здесь можно выбрать Show, показать, Height, скрыть и Toggle. То есть переключаться между скрытием и открытием. Я выберу Toggle и какой кнопкой мышки будет это действие производиться. Я отключу Middle Mouse Button, Right Mouse Button и Left Mouse Button. У меня будет скрывать этот элемент. Посмотрим, как это будет выглядеть. Animate. Хоп. Я нажимаю. И у меня скрывается панелька. Я нажимаю, она открывается. Но теперь неудобно перетаскивать. Не так ли? То есть при каждом нажатии панелька скрывается и открывается. Это не очень удобно. Поэтому существует такая маленькая штучка управления, какой щелчок будет производиться. Просто курсорчик, маленькая кнопочка здесь в третьей колонке. Это однократный щелчок. Если я щелкну по этой кнопочке, у меня появится курсор и с красной подсветкой. Это будет означать двойной щелчок. Посмотрим, что в результате поменялось. Теперь я могу перетаскивать панельку, она остается. Но двойной щелчок скрывает все, что находится в панельке. Так управлять гораздо проще. И далее я сделаю следующее. Я добавлю еще одну панельку. И панель будет состоять из нескольких разделов. Значит, я вот этот панел, который у меня сейчас есть, я его продублирую. Я его скопирую. Это у меня Майн Панел. И я делаю копию всего, что там внутри находится. Я просто правой кнопкой мышки выделяю и делаю копию хэндл. Теперь у меня появилась Майн Панел 1. И я, соответственно, могу его переместить. Вот так. Драг хэндл я отсюда уберу. Чтобы я не мог эту панельку перемещать. Делит экшен. Хэнд хэндл я оставляю. Причем он будет смещать. У меня скрывать хэнд панел 2. Я должен поменять здесь панел 2. Вот так. И то же самое я сделаю хэнд хэндл панел 2. И вся эта система, вся конструкция Майн Панел 1 у меня здесь. Зову ее 2, поскольку она вторая. И я ее припаренчиваю, эту конструкцию, к Майн Панел. И теперь она у меня находится вот здесь, внизу. Майн Панел 2. И я меняю ее скрин позицион на Парент хэндл. И все. 204 пиксела у меня тут. Смещение ее вниз. Я просто отключу Show Line. Посмотрим, как теперь будет выглядеть. В закладке Анимейт. Я могу двигать эту панельку. Я могу скрыть эту панельку. Я могу скрыть эту панельку. Но, когда я произвожу скрытие, у меня остается пустое, лишнее, свободное место. И вот такой вид панельки выглядит немножко странноватым. Посмотрим, что с этим можно сделать. То есть, в момент закрытия, вот эта кнопочка, эта панель, должна смещаться непосредственно до уровня этой кнопки. Заходим в закладку Сетап обратно. И нам нужно сделать следующее. Мне нужно сделать смещение. Создать смещение. К Майн Панел я добавляю смещение. Это у меня будет Афсет. Сет Афсет. АП Сет Афсет. И добавляю его. Сет Афсет. Теперь, какой именно хэндл будет работать, какой именно будет смещаться. Значит, я сделаю следующее. Возьму Майн Панел 2. И помещу сюда в хэндл. Что будет смещаться? Афсет. И при двойном щелчке у меня будет происходить смещение на 250 по Y. Точнее, на 200. Посмотрим, как это будет выглядеть. Вот так. Хоп. И перемещается. Слишком далеко перемещается. В этом случае возникают две проблемы. Первая проблема это смещение на минус 100, пусть оно будет происходить. А второе то, что при двойном щелчке панелька смещается, но кнопка работает открытие и закрытие панели как тугол. А вот кнопка включения и отключения смещение не может быть туглом, то есть переключающейся кнопкой. Таким образом, нам придется сделать две системы нажатия. То есть, хэндл мы продублируем. Копи-экшен и сделаем в одном случае шоу, то есть вот, например, однократный щелчок, вот так. Пусть будет двукратный, дабл. Мы сделаем шоу, то есть показать. А скрыть мы сделаем правой кнопкой мышки. Пусть будет однократный щелчок, но правой кнопкой мышки. Right mouse button. При этом стугол мы поменяем на hide. Скрыть. И в случае хайда у нас будет происходить set-of-set. При двойном нажатии. При однократном нажатии. Right mouse button. Вот так. Set-of-set. К примеру, минус 20. И второй offset. Вот так вот я их выровняю. Copy action. И второй будет происходить. И второй будет происходить... Минус 100. Точнее, наоборот. Нажатие правой кнопкой минус 20. А offset нажатие двойным щелчком. Вот так. Минус 100. Посмотрим, что в результате. И вернем обратно панельку MindPanel 2. Вот она у меня сместилась. Аж вон куда. Посмотрим, как именно она будет смещаться. Вот при двойном щелчке она смещается. И смещается при однократном щелчке. Этого недостаточно. Так, 100. Она у нас должна смещаться. Соответственно, set-of-set. Минус 204 пиксела. Проверим. Вот так. Теперь нижняя панелька смещается на 204 пиксела. Именно так, как я и хотел. Остается только добавить для этой панельки точно так же. Скрываться она будет при помощи правой кнопки мышки. Нужно сделать, чтобы все работали одинаково. Все параметры хендлов. Значит, здесь я просто Hide Handle исправлю на одинарный щелчок правой кнопкой мышки. Проверим. Правой кнопкой мышки скрывается эта панелька. Правой кнопкой мышки скрывается эта панелька. И мы можем открыть панельку верхнюю. И теперь мне нужно еще сделать открытие панельки нижней. Значит, я продублирую. Hide Handle. Copy. И в данном случае правая кнопка мышки будет скрывать. Hide. А щелчок двойной левой кнопкой мышки будет показывать. Show. Проверяем. Открывается. Скрывается. Скрывается. Открывается. Открывается. Вот теперь панельки работают безупречно. Теперь у меня существует вот такая система из двух панелек, которые я могу заполнять различными элементами контроля управления.